На московском картодроме Микс прошёл второй этап традиционного, уже 17-го по счёту чемпионата Аймол Микс. В соревнованиях принимают участие 32 команды, каждая из которых состоит из 4-х пилотов. Таким образом, на старт чемпионата вышли 128 пилотов. Второй этап растянулся на 3 дня, и спортивные страсти на треке бушевали нешуточные. Достаточно сложный получается этап, никто не хочет уступать. Поэтому прямо ужесточённые битвы были в первой группе, в самой сильной группе, а во второй группе тоже вчера прямо очень много было напряжённых моментов. Прямо по тонкому льду ходили, и очень много наказаний было. Думаю, что к следующему этапу эти наказания охладят их пыл. Впрочем, основной разгар страстей пришёлся на первые 2 дня. Последняя гонка, которая проходила в воскресенье, против ожиданий выдалась самой размеренной и спокойной. Для группы С очень спокойная гонка выдалась. Вчера, например, очень много штрафов было, сегодня наоборот, все чисто хорошо ехали. Состав пилотов очень разнообразный. И по уровню навыков, ведь среди участников есть и профессиональные гонщики, и по возрасту. Самому старшему участнику больше 60. В ходе гонки, которая длится больше трёх часов, пилоты команд регулярно сменяют друг друга. Каждый участник должен провести на трассе не менее 40 минут, но и не больше 70. Я сегодня проехал 65, по-моему, минут. Это практически максимальное возможное время. Мне сегодня повезло, мы хорошие машины вытаскивали, поэтому у нас у всех долгие сессии получились. На данный момент турнирную таблицу возглавляет команда МАДИ, ставшая лучшей в первой пятничной гонке. В субботу отлично себя показали пилоты МКА-5, а в воскресенье лучшими оказались МКА-4. При этом в абсолютном зачёте за МАДИ следует МКА-1, а на третьем месте команда Хэмертайм. Именно в таком порядке они финишировали в первой пятничной гонке. Радует, что борьба в чемпионате очень напряжённая. Разница между первым и вторым местом сейчас всего два очка. Больше половины команд следует в турнирной таблице с минимальным отставанием друг от друга. А значит, интрига, скорее всего, сохранится до самого конца чемпионата. Всего предполагается провести 8 этапов, причём последний состоится в мае 2023 года. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова